Вопросы, может быть, с них начнём. Можно вопрос? Да, конечно. Вы сейчас были на комиссии в Азборге, да, и в Азборге. Депутаты, они, как известно, обладают право нахладательной инициативе. Как вы считаете, вот эта вся ситуация, ну, а ваша, единственная, единственная, вот это срочно-срочно-срочно-срочно-срочно-вотворение, она как-то показывает, что нужно какие-то новые, законодательные решения, что вам, что вам нужно, Вы знаете, мы как раз на этом завершили выступление от Министерства иностранных дел о том, что нужно повышать эффективность совместной работы, межведомственной работы, выработкой решений, которые могли бы действительно способствовать разрешению тех проблем, которые сейчас на повестке, которые, на самом деле, может быть, еще какое-то время назад и не были столь очевидными. Сегодня выступали представители различных ветвей власти, сегодня выступали представители гражданского общества и говорили о том, что мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, когда идет прямое и агрессивное вмешательство внутренних дел нашей страны, идет оно как спланированная акция, многокомпонентная акция, и одной из целей молодое поколение являются дети, в том числе несовершеннолетние. На это нужно реагировать и не только публично. Вы знаете, что мы давали этому оценку, мы разбирали факты, но должна быть действительно реакция, в том числе и в сфере законотворчества, для того, чтобы можно было бы реагировать не просто на словах, а непосредственно реагировать так, чтобы подобного не повторялось. Мы фиксируем как Министерство иностранных дел прямое вмешательство в дела суверенного государства со стороны, надо опять же вещи называть своими именами, натовских структур. В принципе, наверное, ситуация такая уже была неоднократна и последние годы в мире, и вообще даже в истории нашей страны. Беспрецедентность заключается в том, что так называемые западные коллеги, вот этот самый коллективный запад, они действуют абсолютно без какой-либо правовой почвы, вопреки международному праву, вопреки своим обязательствам, которые они на себя взяли, как ответственные члены международного сообщества. Но самое главное, они действуют напористо, агрессивно и просто в наглое. Если раньше они еще каким-то образом пытались свое участие закамуфлировать или сделать его, может быть, не столь очевидным, то на сегодняшний день просто маски сброшены. И вот эта ситуация, она, конечно, действительно беспрецедентна. Те материалы, которые представил господин Пискарев, они действительно будут нам полезны, во-первых, на нашей НИВе дипломатической работы, мы их распространим по нашим дипломатическим представительствам, посольствам, генеральным консульствам. Наши посольства будут активно их использовать в контактах с той стороной и с официальными лицами той страны, где они работают, где они находятся. Много вопросов возникает, в том числе и у общественности. Не только мы на уровне дипломатов ведем этот диалог, но мы же в том числе отвечаем на вопросы журналистов. Я имею в виду наше посольство, наши дипломаты. Общаемся с представителями гражданского общества. Кстати говоря, и оппозиции делаем это на такой действительно по-настоящему правовой и цивилизованной основе. И это будет очень важный фактологический материал, потому что это все факты. Ведь вы поймите, что это не 3D-картинки, которые теперь вошли в моду. Это действительно факты, это результаты подбора фактологического материала и анализа этого фактологического материала. Потом, на мой взгляд, это будет очень полезно для работы на международных площадках, таких как, например, ОБСЕ и ЮНЕСКО. Потому что здесь помимо вмешательства во внутренние дела есть доказательства использования новейших информационных технологий, которые ориентированы именно на детей, на юношество и являются гибридом сочетания правды и лжи, что особенно опасно. Ну, в общем-то, и на своих ресурсах в интернете, это сайт Министерства иностранных дел и аккаунты в социальных сетях. Мы будем обязательно к этим материалам возвращаться, публиковать их, приводить в качестве примера. Вот вы знаете, очень неплохо пошла работа в этом плане с нашими коллегами из ОБСЕ и Евросоюза. Приезжала министр иностранных дел Швенции Анна Линд, вы знаете, что это государство-председательство сейчас в ОБСЕ. Только что завершился яркий визит господина Борреля, им были переданы соответствующие материалы, которые рассказывают о том, как у них происходит в стране, так сказать, задержание за незаконную деятельность, я имею в виду незаконные протестные акции или даже законные протестные акции, как подавляются, потому что, как мы поняли, они, видимо, об этом не знают. Также мы передали материалы и о тех событиях, которые происходили у нас в стране, о тех провокациях, которые были. И вы понимаете, такое впечатление, что, в общем-то, этот ликбез необходим. Есть еще вопросы? Да, конечно. Вы сейчас говорите о том, что за евродепутатов или за каких депутатов? Вы сказали, что за ним не надо решить. Вы сами депутаты, депутаты, не самостоятельные. Я думаю, что это очень большая проблема вообще. То, что бывает постоянно для дипломатов из США, с которыми приходится к этому делу. У них позиция, когда смещается сложности. Ну, это очень сложный, комплексный вопрос. По целому ряду направлений мы видим, как работают натовские структуры в информационной сфере. Причем, самое интересное, что, еще раз говорю, они этого и не скрывают. Они создали большое количество центров, так называемых, по борьбе с дезинформацией и фейками. А на самом деле многие эти структуры впрямую эти фейки и разоблачают. Вот вы понимаете, один конкретный пример. Можно говорить много слов теории. Вот один конкретный пример. Давайте его разберем. Генеральный секретарь ООН, главы государств и правительств практически всего мира, главы Министерства иностранных дел в 2020 году, наверное, больше всего внимания уделили проблематике пандемии по понятным причинам. И особенно выделяли ситуацию с распространением фейков в отношении всего того, что связано с этой ситуацией. Генеральный секретарь ООН, господин Гутерриш, даже, в общем-то, изобрел новый термин – инфодемия. Это распространение дезинформации, дефомация в связи с темами, связанными с коронавирусом. Решимость была абсолютная – бороться со всеми проявлениями этой инфодемии. Вот что мы видим. 13 августа 2020 года Навальный записывает ролик, не тайный, а открытый, который есть в сети сегодня. Те говорят о том, что нет никакой российской вакцины. Что российское государство, правительство, российское руководство врут, что это ложь. Никаких нет наработок. И всё это абсолютно несостоятельно. Даже Всемирная организация здравоохранения не поддержала Россию в её вранье. Вот эти все кадры являются фактологией. Понимаете, это не случайность, это не опечатка, это даже не ошибка, которую потом человек бы дезавуировал, или принёс бы извинения, либо хотя бы поправил бы её. Это и есть классическая дезинформация. Вредна она или не вредна? Безусловно, вредна. Вредна она была для нашей аудитории, а для людей была вредна. Когда люди себя чувствовали брошенными, когда людям навязывалась мысль о том, что о них не думают, что о них не заботятся, что в сложнейший период мировой пандемии только наших людей лишили возможности получить вакцину и намеренно врут о том, что она есть. Имело ли это вред для мировой аудитории? Да безусловно. Ведь именно подобные заявления тех людей, которых западные правительства поддерживали, называя их узниками совести или оппозиции, являлись решающими для многих средств массовой информации Запада и для журналистов. Именно эти цитаты они так вдохновенно использовали в своих материалах. Насколько отбросило это западное сообщество, научное сообщество, тот же бизнес, государственные структуры в их осознании эффективности действия российской вакцин? Да намного. И только сейчас мы слышим, благодаря публикациям в западном научном издании, благодаря просто тому опыту, который накоплен в нашей стране по применению вакцины, о том, что она все-таки есть. Полгода прошло. Почему же ни один из этих самых мировых лидеров, которые заявляют о том, что фейки стали проблемой, глобальной проблемой 20-го года и вообще, в принципе, 21-го столетия, не осудил человека, о котором они так много говорят? Вот вам конкретный пример. Это не 3D-история, это фактический видеоматериал, который требует на самом деле серьезнейшего не просто изучения, а серьезнейшей правовой реакции. И в том числе я говорю не только о нашей внутренней реакции, но и международной реакции. Как будто этого нет. Коллеги, на этом я с вами прощаюсь. Если больше вопросов нет, спасибо вам большое. Спасибо.